Я очень люблю в этом месте концерта выходить и объявлять одного из авторов в студии Квартал 95, моего коллегу. Всё вроде бы и так понятно, но что я могу ещё сказать? Ну разве что его рост совпадает с уровнем его IQ. У нас в гостях дебильный карлик, Саша? Нет! Евгений, у нас в гостях талантливая шпала! Валерий Житков! Вася Лагерий Житков! Добрый вечер! Привет вам от всего авторского цеха студии Квартал 95. 20 лет уже нет Советского Союза. Кто-то по этому поводу до сих пор переживает, кто-то до сих пор радуется. Хороший был союз или плохой, сложно сказать. Наверное, на этот счёт у каждого человека есть своё субъективное мнение. Вот как говорит моя соседка, при Сталине было лучше, чем сейчас. При Сталине меня мужики хотели, и спина не болела. У каждого своё мнение, и подводя итоги 20 лет независимости, наверное, тоже глупо говорить, хорошо это или плохо, предлагаю просто сравнить, чем отличается Украина нынешняя от Украины вчерашней. За эти 20 лет, это закономерно, украинцы стали хуже разговаривать по-русски. По-украински пока лучше не стали, но по-русски уже заметно хуже. Опять же, какой-то прогресс. Есть и положительные вещи. На мой взгляд, украинские женщины стали красивее, чем в России. Вот 20 лет назад, что там, что здесь были одинаковые. А вот сейчас сижу в офисе, смотрю на улицу, какие вот такие красавицы ходят, молодые, стройные. А зайдёшь к себе на одноклассники, одни тётки 40-летние. Это у каждой минимум второй ребёнок и четвёртая фамилия. Знаете, Оля Кукушкина, в скобках Иванова, Воробьёва, Аганесян, ну, в качестве эксперимента. А потом нова снахрен, опять Кукушкина. То есть, по женской красоте Украина лидирует. Ещё какие плюсы, можно с уверенностью сказать, в Украине нет экономических преступлений. Ну, раз нет наказаний, значит, нет и преступлений, я так понимаю. Поражает бережное отношение украинцев к своей истории. Вот Крым. Как он был при Союзе, так всё и осталось. Ходят слухи, что там до сих пор даже есть такие места, где чебурек можно купить за советские деньги. В некоторых сферах Украина заметно обошла своего соседа. Взять, к примеру, шоу-бизнес. Ну, сколько там в России реальных звёзд? Ну, Пугачёва, Киркоров, Басков. А здесь и Повали, и Могилевская, и Лобода, и Пугачёва, и Киркоров, и Басков. Взять, к примеру, Сергея Лазарева, да? Он в России даже не певец, а здесь даже телеведущий. Вообще, Украина для российских звёзд – это настоящий рай. Вот именно рай. После того, как они умирают там, они прекрасно продолжают жить здесь. Ну, что ещё? Дороги в Украине намного лучше, чем в России. Во-первых, их меньше. А во-вторых, они короче, не успеваешь ничего отбить на таких расстояниях. Правосудие украинское, конечно, сильно отличается от российского. Оно, в принципе, от любого правосудия сильно отличается. Дальше всех за эти годы Украина ушла, конечно же, в демократии. Вот по демократии у Украины пять. Даже не пять, а двенадцать, как у Америки. Те нет, у Америки одиннадцать, там министров нельзя цветами по лицу бить. А вот у Украины твёрдое двенадцать. И причём вот откуда её столько в стране демократии, никто понять не может. Вот взять соседей, Лукашенко уже столько лет у власти, бьётся, бьётся, а демократии еле-еле на три с минусом. По количеству президентов за эти годы обогнали всех, Россию в том числе. Там сейчас третий по счёту президент, а здесь четвёртый. А скоро разрыв ещё увеличится. Следующий в Украине будет уже пятый, а в России опять второй. Так, ну, автопром один-один. Я бы даже сказал ноль-ноль. Медицина, хорошая медицина, что в России, что в Украине одинаковая, израильская. Да и бесплатная тоже одинаковая, советская. Так, по космосу Россию перегнали. В России космос ещё мэром не был. Очень важный показатель независимой страны – армия. Хочу заметить, что украинская армия очень бережливая. Помню, смотрел парад, когда Ющенко показывал мощь страны. Танки 64-го года в идеальном состоянии. Главное оружие украинской армии – это военная хитрость и солдатская смекалка. К примеру, у вертолёта в Украине несколько названий. Вартолит, гвинтокрыл и великоптер. Вот, казалось бы, никакого смысла в этом нет, но если ты занимаешься продажей военной техники... И это может очень даже пригодиться. Что касается военного флота, флот Украины очень сильный. Очень сильный, но пока только в Севастополе и пока только российский. Правда, недавно начали переоборудовать старый флот новым вооружением. Вы думаете, куда с Днепра утянули плавучие рестораны? Сейчас раз-раз и к весне на воду спустят линейный крейсер мураками и авианосец Хуторок. То есть, в целом, всё достаточно в стране неплохо. Единственное, несмотря на целых 20 лет независимости, до сих пор сохраняется перед Россией какой-то, знаете, комплекс маленького государства, что ли. Это вот как небольшие люди покупают себе большие вещи. Там, машины, барсетки. И вот у Украины то же самое. Кредитов набрали, как будто Америкову. И президента выбрали в два раза больше, чем Путин и Медведев вместе взятые. Ну вот, кстати, если не смотреть на внешние отличия, президентов выбрали в чём-то похожих. Вот Виктор Фёдорович каждое утро проплывает пять километров. Медведев тоже любит приврать. Какая-то связь между Украиной и Россией до сих пор сохраняется. Вот только мэра столицы Лужкова сняли, только он в Лондон уехал, и у Черновецкого сразу сердце затасковало по святой земле. Вот только в России какие-то проблемы с газом, а раз и в Украине тоже какие-то проблемы с газом. Связь на каком-то подсознательном уровне, наверное, каждый на себе заметил. Когда у России что-то не получается, у каждого украинца в душе такое чувство радость, что ли. То есть много чего произошло, много чего поменялось, что-то в хорошую сторону, что-то в плохую. Но в любом случае, в какой бы стране мы с вами ни жили, в России, в Украине или, не дай бог, в какой-то ещё, вот эти 20 лет, наверное, мы будем вспоминать как самые лучшие годы нашей жизни. Как годы, когда нас кто-то хотел и когда у нас ещё спина не болела. Спасибо вам за внимание. Валерий Житков! Валерий Житков!